Зарулили мы тут сюда, за нашими овощами. Сейчас будем искать, где наш Эндрю Смит. Приготавливаем на поле на подъём... Короче получается тут всё для траков, но, блин, заехать я не знаю, можно, конечно, но не люблю я такие места. В общем надо подъехать тут на знак Стаб, и позвонить им по телефону. Окей Получается, нам надо взвеситься Перед тем, как поехать загружаться Чтобы они знали, сколько нам можно загрузить Своей травы А, драйвер выбежал И пошел Мочется, надо ждать В общем, вот так вот я запарковался Приехал на свой вархаус, где меня должны загрузить овощами Зарегистрировался И стою, жду А вон туда мне надо заехать будет Сдаюсь, жду своей очереди Вот такое вот место В прошлый раз я простоял вот на похожей парковке Похожей компании сутки Так вот, посмотрим Насколько сейчас это будет быстро Смотрите, какой погрузчик Это вам, понимаешь, не два палета зацепить Сейчас покажу Таким погрузчиком Таким погрузчиком можно цепануть Вон, видите, стоят палеты Сразу целую гору палетов можно зацепить И я, кстати, один раз был тоже на этом самом Мне тоже двойными вилами грузили палеты Сразу на всю ширину трейлера ставит Быстрым, моментом Так, вот я уже стою На загрузке Началась моя загрузка Вот, заехал тут На такое место Чуть-чуть, правда, этим колесом Съехал на линию Но ничего Вот, сейчас меня уже загружают Поэтому скоро буду отправляться уже домой Вот Вот Включил я уже холодильник Задание 33 Уже 38 Потихоньку будет опускаться Включил я уже Смотрите, какого этот дружбака засек Помощник драйвера О, вот это я понимаю Штурман-навигатор Здорово, мопсяра Откуда ты? А такие бывают тоже, ребятушки Чтоб драйверу не скучно было ехать А вон еще пацаны Стоят, ждут своего времени А я уже все загружаюсь Вот мне до дома осталось 2506 миль Ну ничего С долей м С Заставка 1006 миль Ну ничего Стоят, полезная Стоят Стоят Мопс these Продолжение следует... Продолжение следует... На тракстапе места не было, а рядом много всяких дорожек подъездных, я встала. Вот тракстап. Я приехал чуть-чуть поздновато, он был весь забит уже. Вот. Поэтому я остался сбоку. Вот так вот выглядит с 6.30 утра в Калифорнии. Это недалеко опять от вам уже известного Бейкерсфилд. Вот. Мне тут до него 50 миль осталось. Я тут вот решил скоротать ночку. Ну все. Иду заваривать кофеек. И отправляемся в путь. Сегодня надо много проехать. Итак, я всех приветствую. Вот начался мой путь домой. Я вчера, значит, загрузился, как вы видели, и все, и еду. Аризона вновь приветствует всех, кто ее смотрит. Все, кто может это видеть, Аризона это передает привет. Сегодня в Аризоне классная погода. Я думаю, что сегодня получится, особенно солнце теперь же сзади, получится снять для вас горы Аризоны. Аризона это штат Грэнд Кэньон. Штат. Штат Большого Каньона. Вот. И мы будем проезжать город Слагстав. Там будет развилка уже, которая идет, дорога на Грэнд Кэньон. Сейчас вот надо будет заползать нам на беревалы. Вот. Ну что я вам хотел рассказать. Хотел вам рассказать, что... Вчера это мексиканский... Мексиканский вчера этот заводик, где меня загрузили этой капустой. Вот. А вот это, кстати, городок называется Кингман. Маленький такой городок. Но для этих мест такой большой считается. Здесь вот будет развязка. Дорога пойдет на Лас-Вегас, Невада. Я когда езжу на Лас-Вегас, то я вот езжу по Сараповке сюда до Кингмана. И... Ну я же с той стороны полежуя, поэтому направо ухожу на Лас-Вегас. Ну вот. Да, насчет мексиканского заводика. Попался такой заводик, что даже не было руки, где помыть. Не было такой комнатки для драйверов, где можно погреть, покушать, посидеть. Чтобы стояли автоматы там с кофе, напитками или с какими-то едой. Ну это такая просто система у них. Совершенно, которая наплевать на драйверов. А я был на одном фасилити. То там даже стояла как-то молка и кофе двух сортов. Мог выбрать какой тебе кофе, чтобы она помолола, и заварить свежемолотый кофе. Вот это я понимаю. Забота о драйвере. Да, вот. Вот такой вот городок в Аризоне Кингман. Я ничего про него не знаю. Потому что никогда тут не приходилось останавливаться. Потому что всегда проезжаешь либо туда дальше, на Калифорнию, либо сворачиваешь на Лас-Венес. Не было у меня никогда сюда никакого груза. В Кингман. Конечно, с Фривэя мало чего видно. Потому что, конечно, обычно все городки, они внутри, но хоть по сравнению с остальными, можно чуть-чуть сравнить. Даже вот аэропорт свой есть. Значит, сейчас 84 градуса здесь. Но это... Нет. Наверное, 30 градусов точно жарит. Что ж, держим наш путь дальше. Ползем в горы. Еле ползем. Пацаны, он и шостерки есть. А я что-то уже на седьмой еле еду. Вот так вот. Давай-давай. С восьмую. Пошел. Вот. Ха-ха-ха. И 9.45. Пацаны. Это ж не серьезно, что я поеду 45. Правильно. Вот этот поворотик, кстати, опасный. Вот этот. А видите, он сверху едет. Тут... Ну как опасный? Он опасный. У нас задача как меньше снизить здесь скорость, вот это еду 67. Потому что впереди гора. 68. 69. Перетормози, брателло. 70. Так. Так, чуть-чуть кидаем. 69. Вот так. 68. Газа давай. Вот. Пошел. А если бы я ехал 45? Все, на тух бы. Не заехал бы. Ну, заехал бы, но со скоростью пешехода. Давай, давай, давай. Да. Все. Кто-то нас тормозит. Была бы та линия открыта, мы бы так шесть бы и обошли было слева. Виллоу крик. Виллоу ручей. Вот тут тогда снег тает. Воды, наверное. Так, народ, вы мне скажите, вам будут коры снимать, а? Вам нравится это смотреть? Что вам вообще снимать? Давайте пишите. А то давай, говорит, дальнобой. А что в дальнобоях? В дальнобоях... Чего хочешь, бывает. Но дороги больше. А есть люди, которые хотят, говорят, давай природу мне снимай. Природы побольше. Не трынди. Кто говорит, как... Ты как чук сейчас, что видишь, что поешь. Не надо нам твоего. Не надо петь. Давай природу. Так. Ну, пацаны, выстроили вы тут? Дорожные работы. Попреждать надо. Я офигею. Вот эти дорожники. Они могут тем, вот, прямо под носом выйти на дорогу. Они думают, что у них, наверное, какой-то туса. Бесконечное количество жизней. А вдруг я засмотрелся в это время на кожей. Или у меня муха на стекло попала, размазала мне. Не видно куда-то кто-то на дороге. Опасные такие шутки, вообще. Да, вижу я, вижу, что ты медленно едешь. Между прочим, трак весит полная масса. Вот сейчас у меня 75 тысяч паундов. Попробуй стормозить. Даже хоть у меня на всех колесах колонки. Лады. Все, ролим дальше. Оритором. Итак, мы заехали на высоту 5000 фит. Это еще не самая высокая высота. Город Флагстав мы будем проезжать. Высота 7200 фит. И там даже вот приезжаешь, вот, жарко днем, да, а ночью там холодно. Когда спишь, надо рваться одеялом. Даже и перина ел, криваясь. Вы видели, какая у меня перина есть. Так-то, вы думаете, зря я ее с собой вожу. Ага. Там в Калифорнии высота, ну, наверное, было 200 фит или 300 фит. А во Флагставе будет 7200. Поэтому, конечно, и ночи холоднейшие. Да и днем не так жарко, наверное, будет. Вот Кингман мы проезжали, да, недавно. Была температура там 84. А сейчас здесь мы поднялись чуть-чуть. 79 уже. Вот так вот. Так что вот так вот. Вот там Аризона. Не мог раньше снять дожди, шли. И не мог раньше снять дожди. Вот так вот. Продолжение следует...